В госрезиденции Аларча сегодня прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета. В нем приняли участие президенты Садыр Джапара, Владимир Путин, Касым Джо Мартокаев, Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян. На повестке дня 17 вопросов, в том числе формирование единого рынка газа, разработка и внедрение механизмов поддержки проектов по развитию кооперации и совместному производству продукции, ситуация по устранению препятствий на внутреннем рынке Союза и основные направления международной деятельности Евразийского экономического союза на 2023 год. Отметим заседание впервые за последние три года проходит в очном формате. Пользуясь случаем, хочу вновь поздравить уважаемого Касым Джо Марта Кемельевича со вступлением в должность президента Республики Казахстан. Выборы президента Республики Казахстан продемонстрировали полное доверие и поддержку народа Казахстана. Убежден, что под вашим мудрым руководством, братской для нас всех Казахстан, продолжит свое уверенное движение по пути развития и процветания. Уважаемые главы государств, наше заседание проходит в условиях глобальной финансо-экономической турбулентности и постпандемийного кризиса. Наблюдается большая нагрузка на экономику государств членов Евразийского экономического союза. В этих непростых условиях чрезвычайно важно делать все зависящее от нас, как глав государств, для взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного партнерства между нашими странами. Наша общая твердая приверженность евразийской интеграции является прочной основой для развития и укрепления сотрудничества в рамках союза, формирования мостов между евразийскими и другими региональными и глобальными рынками. Расширенное заседание открыл президент Садр Джапаров. Глава государства отметил, что ситуация в государствах-членах ЕАЭС характеризуется относительно макроэкономической устойчивостью. В условиях торгово-экономической и финансовой волатильности принято более 50 мер, направленных на поддержку бизнеса. Более 75% расчета в ЕАЭС переведено в национальную валюту. Рост взаимной торговли Кыргызстана со странами ЕАЭС в этом году увеличился на 30%. Уважаемые главы государств, в этом году мы продолжили активно развивать международный трек Евразийского экономического союза и расширять торговые отношения с нашими давними партнерами. Вступил в силу протокол, ведущий к образованию зоны свободной торговли с Исламской республикой Иран. Начал процесс переговоров с республикой Индонезия о заключении соглашения о зоне свободной торговли. Поддержана инициатива о начале переговоров с Объединенными Арабскими Эмиратами о создании зоны свободной торговли. Меня очень радует, что география интересов к деятельности нашего союза расширяется. Расцениваю это в качестве наглядного показателя признания ЕАЭС как динамично развивающейся организации в мировой экономической архитектуре. В условиях смещения глобального полюса финансовой и экономической концентрации в Азии нам следует продолжить уделять приоритетное внимание именно этому региону. Отрадно, что сегодня мы утвердим основные направления международной деятельности на 2023 год, в котором отражены ключевые векторы и практические приоритеты международной деятельности союза в будущем году. Лидеры ЕАЭС на саммите в Бишкеке приняли и подписали все запланированные документы. Президенты России и Кыргызстана Владимир Путин и Садар Джапаров также сделали совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Главы государств, выражая беспокоенность стремительным ростом использования информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, выступили за скорейшую разработку специальным межправительственным комитетом экспертов под егидой ООН всеобъемлющей международной конвенции. Председательство в ЕАЭС перешло России. Следующее заседание запланировано на 20 мая 2023 года. Независимость и неприкосновенность депутата находятся под защитой народа и государства. Вызвать депутата на допрос или куда-то еще нельзя. Также запрещается его прослушивать и проверять документы. Об этом сегодня говорили парламентарии на заседании фракции Атаджурд Кыргызстан, принимая изменения в закон о статусе депутата Джорку Кенеша. Так отметил нардеп Марлен Маматалиев, виновные в посягательстве на неприкосновенность парламентария должны быть привлечены к ответственности в рамках закона. Также Маматалиев отметил, что депутат не подлежит гонениям из-за его личного мнения и по итогам голосования. В проекте поправок прописаны также и условия отзыва мандата депутата. Так, от одномандатного округа требуется собрать подписи не менее 50% избирателей. А если он избран по партийному списку, то необходимо согласие числа избирателей, равного наименьшему из набранных партий. Фракция поддержала законопроект во втором и третьем чтении. Чорку Кенеш рассмотрит законопроект 14 декабря. Сразу несколько школ столицы сегодня были оцеплены из-за сообщения о наличии взрывных устройств. По предварительным данным, сообщение в милицию поступило от школ под номерами 4, 67, 11 в Свердловском районе. Кроме того, известно, что аналогичное сообщение поступило в школы номер 48, 61 и 78. Ученики и сотрудники образовательных учреждений были эвакуированы. Сразу же были проведены оперативно-розыскные мероприятия. Никаких взрывчатых веществ найдено не было. Отметим, что подобное в Бишкеке уже было. Но никто из ранее заявлявших о бомбе до сих пор не задержан. В Москве задержана организованная преступная группа кыргызстанцев, вымогавшая деньги у соотечественников. Об этом сообщает МВД. Они занимались запугиванием и вымогательством денег у своих соотечественников. Пытались организовать контроль за предпринимателями, работающими в Москве и одноименной области. Задержаны, состоящие на оперативном учете МВД, как активный член одной из организованных преступных группировок. 36-летний уроженец Оржской области по прозвищу Мирза и 24-летний уроженец Чуйской области по прозвищу Роха. В отношении последнего возбуждено уголовное дело по фактам незаконного лишения свободы и вымогательства, совершенного в крупном размене в сговоре с группой лиц с применением насилия и оружия. Правоохранители проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений. В Республиканской клинической инфекционной больнице увеличилась обращаемость больных, как сообщил главврач Гульджигита Алиев. В настоящее время в больнице получают лечение 547 человек. Из них 489 детей, в основном до 5 лет. С ОРВИ – 345 больных. В реанимации лежат шестеро детей, в том числе четверо – с ОРВИ. На приеме днем работает 8 врачей, вечером – 4. В эти дни важно поднимать иммунитет себе и детям, соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы, напоминают врачи. Кроме того, нежелательно посещать места массового скопления людей и нельзя заниматься самолечением. Бишкеку не хватает машин скорой помощи. Как сообщил директор Центра экстренной медицины Искендершей Ахметов, в гараже есть 12 машин китайского производства «Золотой дракон». Им уже 8 лет. Они полдня работают, полдня стоят на ремонте. В следующем году уже встанет вопрос списания машин марки «Ниссан». Кроме того, некоторые машины стоят на ремонте, а одна – на штрафстоянке. Искендершей Ахметов добавил, что ежедневно на работу выходит 40 бригад, но машин – 34-35. Чтобы покрыть потребность, надо, чтобы ежедневно было как минимум 40 и еще 4 машины в резерве. Продолжение следует... Продолжение следует...